Обетование Амарам сохранил для сына своему Исаака, для Иакова, для сына своего. И так дошло до наших дней. Обетование заключалось в том, что Бог, милосердный, любящий, не оставил погибший мир. Он обещал сына своего единородного Иисуса Христа, который сойдет с неба, восплатится через Деву Малию, и умрет за грех каждого человека. И Бог дал Амараму потомство и дал землю обетованную. Имя Иакову было равно Израиль. В дальнейшем будет государство Израиль по его имени. Бог дал им, пророкам Иисея, через него закон. Присвужение ангелов. И как говорит первомучный Эктефан, они не сохранили этот закон. Но Бог говорит через пророка Иезекииля, что вы поступаете хуже язычников, которые живут в вас, и особенно священники, начальники народа, начальники священников. Бог называет их не князьями Иерусалима, а князьями садонскими и гоморскими. И если тогда сегодня епископ, был бы назван не Барнаульской Алтайской, а садонскими и гоморскими. Такие дела творили. Но несмотря на это, Бог не отнял милости. Когда согрешали, Бог наказывал. Столицей Израиля был Иерусалим. Это гордость Израиля. Это средоточие откровения Божия. И в нем, в Иерусалиме, огражденным стенами, был величественный храм. Чудо тысячелетий. Напоминаю незнающим, что только на украшение ушло около двух тысяч тонн золота. Около десяти тысяч тонн серебра на украшение этого храма. Но когда согрешили, и Бог сказал им, я отниму от вас благодеющую руку, и вы будете пленены, я ставлю камни на камне. Эти слова в 24 главе Иоанна Матвея Христос говорил не об этом храме, а о вторичном, который построен в Зарававеле Иисусственный Ацидеков. Они в плену пробыли 72 года. Если считать от расстрела царя до крушения партии, подсчитываясь, в общем сложности, 375 года наша страна была в этом страшного и вовском принятии. Была политика партии укрупнения сел. Не людей. Люди мельчали, а села укрупляли. И, наконец, укрупненное все рухнуло. 360 сел было разрушено на Алтае. И одно из них это потеряется. Я провожу аналогию. Когда возвращался Господом народ в свое место, то завал им вождей, Неемия, Ездра. И у них на первом месте стояло оградить народ стенами. И сразу же начинали строить храм. Те, которые этого не понимали, они слышали упрек. Господь говорит, вы говорите, храм не время строить, а вам жить в ваших украшенных коттеджах домах. Время пришло. Первым делом восстановите храм. Вот то, что мы сделали здесь потеряете. Но и это было не окончательное слово Божие. Они снова согрешили. И, может быть, и потеряя их, то снова исчезнут. На это все признаки летят. Потому что власти не поддерживают. С великим трудом несколько земли. Даже нам скрыли наше существование, когда делили землю. То есть обман на обмане. Политика уничтожения земельского хозяйства в разгаре. Это, говорят, политики на самом высоком уровне. Если горючее в семь раз дороже стонной пшеницы. Ну, понятно, что даже споказать на них деньги нельзя. Но милость Божия такая, что земля все еще родит. Люди рождаются, играют со свадьбы. Бог дает веру, но пусть собрались верующие, приближающиеся к вере. Это было бы в Израиле, а Израиль это как слепок образец того, как нам надо жить. Заталут говорит, сколько раз согрешил, столько раз встанет. Не отчаивайся. Нил Финастий говорит, согрешить это дело человеческое. Человеческая природа легко уязвима грехом. Грех обладает силой притяжения. Но отчаиваться, что все, я пропал, не стать государство разрушить, это дело сатанинское. Мы верим, Бог силен, восстановит он или нет потеряя их. Встанет ли Россия с колен, когда голова смесилась над пропастью? Мы не знаем. Но абсолютно точно знаем, что Бог есть и Бог. И он ждет обращения каждой отдельной души. Но дело оказалось не в восстановлении Иерусалима, не в восстановлении храма, не в собирании израильского народа в одно место, а в собирании людей вокруг Христа. Все то оказалось прообразом. И каждая душа, отдельное тело, это храм Божий восстановить надо. И пилить Христа в сердце. Когда Израиль возвращался в свое место, то оказывалось, что в их храме, где был храм, язычники устроили капище. У нас наоборот, здесь был клуб когда-то, это капище бисовское. А теперь храм. Постоял, стоял. Что делать с жертвенными камнями, когда язычники приносили свои жертвы? Что делать с этими стенами, где были пятиконечные звезды? Что делать с этой поруганной землей, когда миллионы матерных слов здесь было? Написано было осветить, а камни вывести в определенное место, пока восстанет пророк, который скажет, что делать с ними, чтобы их не выбросить на поругание. Как и сейчас после крещения, в воду куда попало, нельзя воевать в непопираемое место. Мы видим, как исполняется в маленьком виде, как бы копируется то, что у нас здесь происходит сегодня. Мы устоим, потеряется со столицами. Если, при одном если, если наши сердца будут отданы Богу. Израиль расцветал тогда, когда были пророки. Когда люди всем сердцем ждали в Иссии, вопияли к нему. Даже парший забыт говорит, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Вот какой Бог, и Бог ждет от нас, чтобы мы поверили. И тогда созриснутся стены иерусалимские. А Иерусалим говорит, это не о стенах речь идет, а чтобы хорошие были епископы, священники, диаками, верующие. И тогда они нас наградят заступничеством перед Божьей Матерью, перед святыми, перед всемогущим Богом, которому имя и Его. Даже это от людей сегодня скрылись. Мы сегодня отмечаем день 15-летия начала восстановления потерянности, 188 лет, как первое поселение спасетился. Мы не знаем, что будет, но думали, что сумели все-таки устоять и показали, что в этой обстановке неблагополучной, неблагоприятной для новых поселенцев можно жить. Любить друг друга, быть полезными друг для друга. И мнение властей, можно сказать, какое было первое годы сегодня, это совершенно разное. Когда они слышали тихотели, мы боялись, что раздали, угрожали. А сегодня они приезжают, спрашивают, мало того, снятые фильмы, которые заняли первое место на международном киноконкурсе. А что только из-за того, что мы на первое место поставили Святую Бибель, она лежит у нас на аналоге. На первом месте лично каждый, чтобы обратился, уверовал во Христа, чтобы каждая душа возродилась. Ухватилась за Господа и сказала, без тебя, Господи, мы пропали. Как Иерусалим восставал из прахов. Как иерусалимляне, приходя в Иерусалим, приносили покаяние за отцов своих. Так и мы скажем, Господи, прости наших отцов, которые сделали то, чтобы все развалено. Черки ломали, монахов-священников расстреливали. А сегодня начинают собирать эти разбросанные камни. Камни не обыкновенные, а камни память. Память поверженных, память оболганных. В этот день мы специально собрались, чтобы вам благодарить Бога за его милость, что он продлил жизнь нам, допустим, потеряя казах и исчезли. Но память о ней уже не исчезнет. Потому что злодейство сатаны все может погубить. Но мы дали пример, что с Богом можно жить интересно и счастливо. И жители потеряя это могут подтвердить. Наш православный лагерь просуществовал при самых неблагоприятных условиях. Тридцать три года. Помощи добрых людей. Называет их спонсорами. Молитвами святых. Сегодня, где бы ни были мы, какая дальше будет программа, все время помните, что мы собрались поблагодарить Бога. В первую очередь, что Он нас призывал. Чтобы сохранил эту деревню с Ему угодно. Мы не знаем, нужна ли она вообще. Мы ничего не знаем. Мы знаем, что со Христом хорошо, а без Христа плохо. Ему слава на сего вече. Аминь. Аминь. Продолжение следует...